В силу своего возраста наша маленькая принцесса не понимает всей важности и ценности тех поступков, которые вы делаете. Но в нашей семье это будет примером и останется в истории. Огромное вам спасибо. Дай вам Бог здоровья и низкий поклон. Я надеюсь, что мы уверены, что вместе с вашей помощью мы преодолеем эту болезнь. В 2016 году жители Личины помогали семье Стацевич из деревни Минойты собрать средства на лечение трехлетней дочери. За несколько месяцев до этого маленькой Алене был выставлен диагноз – низкодифференцированная нейробластома с поражением лимфоузлов и костного мозга четвертой стадии. Благодаря землякам, жителям других регионов Беларуси и даже стран, необходимая сумма была собрана и девочка отправилась в Германию на лечение антителами. Это было с января по сентябрь 2017 года. Вернувшись домой, Алена пошла в детский сад, а прошлой осенью она стала первоклассницей. Постепенно Алена Стацевич стала делать и карьеру на телевидении. Маленькие зрители канала Лида ТВ знают ее как ведущую детской программы для маленькой компании. Паша, а давай сейчас все послушают мою любимую композицию от Егора Крита. Пусть всем станет жарко. С момента лечения в Германии прошло два с половиной года. Алена чувствовала себя хорошо, однако все это время наблюдалось у врачей. Анализы показывали, что девочка справилась с болезнью. Но в марте этого года в семью Стацевич вернулась беда. Новость, что у Алены рецидив прозвучала, как гром среди ясного неба. 21 января мы были на контрольной проверке в Боровлянах. У нас было все хорошо. Потом в середине февраля она заболела ангиной. И, видимо, это спровоцировало мужик. Так Бог дает. Мы сдали общий анализ крови. У нас была сдвинута ликоцитарная формула. Высокие СОЭ, ЦРБ. Мы пошли, сделали УЗИ у нас в Лиде. И выявили увеличенные лимфоузлы. Поехали в Боровляны, где был выявлен рецидив. Увеличенные лимфоузлы в забрюшенном пространстве. Множественное поражение костей. И делали пункцию костного мозга, где выявлено поражение костного мозга более чем на 80%. Алене вновь предстоит непростая борьба с коварным недугом. Насколько она будет быстрой и эффективной, зависит не только от организма девочки, но и от лечения. Алене сейчас предстоит заново пройти химиотерапию по противоретидивному протоколу РИСТ. Это сначала 8 недель химиотерапии, потом контроль. Потом, если положительная динамика, 12 недель химиотерапии. После этого МАБЖ терапия снова в Москве. ГАПЛ-трансплантация. Это либо от мамы, либо от папы, кто больше подойдет. И снова нам будет необходимо уехать на антитела в Грайсваль. Но там уже после рецидива немножко другие антитела. Поэтому и другая стоимость. Нам прислала клиника счет. Это 410 тысяч евро. Конечно, очень большая сумма, поэтому мы будем благодарны всем, кто сможет нам помочь. Любым образом, материально, информационно, молитвами, чтобы наш ребенок вновь выздоровел. Сумма в 410 тысяч евро для семьи Стацевич неподъемная. Без помощи со стороны не обойтись. Первым Алену поддержал председатель Лицкого райисполкома Сергей Ложечник. Как только она вернулась на несколько дней домой с Боровлян, он отправился в Миноиды и встретился с Аленой и ее родителями. Уже читать умеешь? Да. И считать? Да. А кто тебя учил? А у меня учил. Ничего себе. И сестрички помогают и все, да? Да. Визит главы района в семью Алену Стацевич – лучшее подтверждение того, что наедине со своей бедой она не останется. Мы приятно удивлены, что мы не остались со своей бедой один на один и что сам глава района Сергей Васильевич уделил нам внимание, приехал, познакомился с нашей девочкой и пообещал помочь нам в наши трудные минуты. Алене Стацевич всего 7 лет, но она понимает, какое у нее заболевание и чем оно чревато. Понимает девочкой то, что без помощи земляков ее семья не сможет собрать необходимую сумму на лечение за границей. Это тот случай, когда болезнь заставила ребенка рано повзрослеть. И в то время, когда сверстники Алены мечтают о новых игрушках и современных гаджетах, она мечтает совсем о другом. Я мечтаю стать доктором и чтобы все на земле были здоровы. Я болела, когда мне было три годика и злой микроб опять вернулся. Помочь выздороветь Алене и дать ей шанс на жизнь может каждый из нас. Для этого нужно перечислить средства на благотворительные счета, открытые в Беларусьбанке, либо пополнить баланс номера МТС 29 52 52 862.